Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Сегодня поговорим на такую тему, как запустить игрушку Alien vs Predator 2 часть. Это та самая, где еще было дополнение, по-моему, Primal Hunt. Все дело в том, что с серии Aliens есть определенного рода проблема, потому что колониальные морпихи нормально не работают на Windows 10, там очень много проблем. Sega просто забила, Gearbox ничего не выпускает. Я снял ролик, где показываю, как запустить колониальных морпихов, но я думал, что с ними действительно очень много проблем. Alien vs Predator 2 это просто нереально проблемная игрушка, и сегодня мы будем с вами ее исправлять. Потребуется очень много файлов, но я их все соберу в один архив и выложу в наш телеграм-канал. Плюс я напишу пошаговую статью на Яндекс.Дзен, ну как получается сопутствующий материал, но там еще мы поднимем тему, как установить, получается, текстуры высокого разрешения. Вот вы сейчас видите футаж. Игрушка работает замечательно в 1080, все очень красиво. Эффекты, освещение, текстуры, спецэффекты выстрелов, взрывов, все было изменено. Смотрится прям конфетка. Вот как прокачать графику, об этом я буду рассказывать на Дзене. И этот метод подойдет как для английской версии игры, как от локализации от Fargus, ну, то бишь пиратской, и любой другой версии данной игры. Единственное, что лучше использовать дистрибутив, на котором стоит последняя версия обновления. Я не помню какая, но я здесь на монтаже обязательно приложу аннотацию, какая это версия. И сейчас я буду устанавливать игру. Могу от себя сказать, что есть очень хорошая сборка от студии команды RG Catalyst. Все дело в том, что они там сразу изначально встроили все вот эти вот графические патчи, которые я разбираю на Яндекс.Дзене, вот отдельную установку поэтапную. Но они это сделали, и их репак работает на Windows 7. На Windows 8, 8.1 и Windows 10 он не работает. То есть, в принципе, я буду использовать вот именно эту версию игры. Вы можете использовать любую другую. И когда я ее установлю, я вам пошагово покажу, как что нужно исправлять. Потому что я все настроил, поиграл, убедился в работоспособности данного метода, и решил снять вот пошаговую установку. Поэтому сейчас установлю и все покажу. Итак, я установил игрушку, и сейчас объясню вам, чем материал на Яндекс.Дзене будет отличаться от текущего видео. Вот эти вот все патчи, которые представлены в этой папке, они в распакованном виде занимают что-то в районе 1,7 гигабайт. Это улучшенные текстуры и освещение для игрушки Alien vs Predator 2. Вот, все их мы разберем в статье на Яндекс.Дзен. Либо, ну, как я уже сказал, что репак от группы Catalyst, они все там встроены. То есть из коробки уже будет шикарная графика. То есть все это встроено. Поэтому мы переходим к моей папочке Windows 10. И здесь вот я действительно проделал такую серьезную работу, потому что, как я уже сказал, у игры очень много проблем. И, допустим, на одном форуме там знатоки обсуждают проблему мыши. То есть мышцы сходят с ума, я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Поэтому я поясню, для чего мы каждый патч устанавливаем, чтобы у нас вот, ну, все работало, и вы прекрасно понимали, зачем вы это ставите, нужно ли вам это, как вообще все работает. Итак, для начала вот этот вот патч, ну, он здесь тоже идет в комплекте. Вот этот вот патч, widescreen патч, запускаем его. Его необходимо распаковать в папку с игрой. И такой довольно-таки забавный момент. Перед каждым запуском игры необходимо запускать вот этот widescreen патч. Он будет перехватывать управление движком игры. Здесь движок назывался, по-моему, Light Edge. На нем была ярость от 1С, вот эта шога, опять же, от монолитовцев. Потом Alien vs Predator 2, Nulv или Nolv. И еще несколько игр. Вот эта штука, она специально перехватывает, получается, 3D-окно движка и масштабирует под соотношение сторон 16 на 9. И есть точно такой же патч 16 на 10. Ну, у меня просто экран 16 на 9, поэтому я выбрал его. В описании можете загрузить другой патч, вот по ссылочке, которая будет. Что он из себя представляет, давайте пройдем в расположение. Вот у нас папочка Alien vs Predator. То есть все устанавливается вот сюда, вот этот вот патч. Программка. Дальше запускаем игрушку. И вот смотрите. Она на русском, но вот это вот стартовое меню, оно исполнено в таком виде. Заходим в опции. И сразу жмем вот на эти Disable, Disable, Disable. Потому что если у вас подключен еще джойстик, вот у меня Xbox One, либо если у вас там DualShock 4, могут быть проблемы. Вот то, что здесь в командной строке прописано, это просто специальные ссылки и атрибуты для запуска игры, чтобы были HD текстуры. Опять же, освещение, просто новые модели, эффекты. Это все в Дзене, пожалуйста, ссылка в описании. Больше ничего не делаем. Вот, жмем ОК. Что касается настройки игры, жмем Display. Мы видим здесь первичный видеодрайвер. Также встроенная графика Vega у меня. И довольно-таки скудные разрешения. Мы все это с вами подправим. Значит, теперь пошагово что нужно делать. Проходим в папку с игрой. Для этого жмем на ярлыке на рабочем столе. Расположение файла у меня уже... Нет, я уже закрыл. Проходим расположение файла. У меня сейчас тут две вкладочки будут. И вот смотрите, первый файл. Называется он LightFixB2 и вот так вот. В описании под этим видеороликом. Это специальный патч, который написал один чувак для всех старых игр, которые выпускались на движке вот монолитовцев LightEdge. Просто вот это все выделяем, распаковываем в папку с игрой. То есть тут никаких не будет просьб заменить что-то. Вот когда вы перенесли это, да, у вас мышка не будет вот так вот по сумасшедшему крутиться. Но это еще не все. Для того, чтобы движение вот современных мышек, вот эта игра, она рассчитана на работу только с мышкой PC2. Ну как, или PS2 правильно, я уже забыл как называется. Вот этот круглый вход фиолетовый. Я использую беспроводную мышь. Для того, чтобы она работала современными там USB мышками, беспроводными мышками, нужно поставить вот эти вот два DLL файла, модифицированные для инпута, ну ввода. Просто берем, также копируем в папку с игрой. После этого у вас заведется нормально мышь. Все равно как бы рекомендую выкрутить на максимум сглаживания. И получается сенс на минимум. Еще там рекомендуют выставлять 125 DPI, если вот у вас мышка позволяет отдельно выставлять. У меня как бы Red Dragon, такая функция есть. Можете выставить 125 DPI, и тогда вообще не будет никаких проблем с чувствительностью движения мыши. Далее. Вот этот вот файлик, вы скачаете по моей ссылке, он уже будет распакованный. Вот эти вот все файлы в количестве пяти штук, также необходимо распаковать в папку с игрой. То есть еще раз хочу сказать, чтобы вот, я так понимаю, что у этих файлов есть какие-то авторские права, потому что вот чуваки даже на форумах, они не выкладывали это в общий доступ, они все время ссылались на вот, скачайте этот патч оттуда, а вот эту заплатку оттуда, а этот фикс оттуда. Я так понимаю, что они как-то нарушают авторские права, и поэтому их нельзя собрать в одном месте. Поэтому я также приложу все ссылочки вот на все эти разрозненные файлы, но опять же, я много сталкивался с подобными ситуациями, что потом какой-то файл удаляют, и ты вот мучаешься, ищешь его, спрашиваешь у людей на форумах. Я специально все это соберу в один архив и закину в наш телеграм-чат, чтобы вы прям могли скачать, и вот в таком же распакованном виде, как у меня, чтобы у вас все было на руках. Итак, мы скопировали вот эти пять файлов, и последняя программа NoMousey, ее в самом конце, потому что, возможно, пригодится не всем. Вот, теперь работаем, собственно, с папкой с игрой. Нам необходимо с вами зайти в AutoExecConfig, жмем правой клавиши мыши, открыть с блокнотом Notepad++, у вас может быть любой другой блокнот. Я хочу, чтобы игра запускалась в разрешении 1920 на 1080. По умолчанию тут стоит 640. Так, сейчас я включу нам лог. 640 поиск. Нет, значит, что там тогда? 800 на 600? Нет, 1024? Ага. Вот. Тут игра поддерживает только три стандартных разрешения. Это 1024, 800 на 600 и 640 на 480. И вот смотрите, GameScreen — это ширина. Вот, здесь выставляем вместо 1024 то, что вам нужно. Но я хочу, чтобы у меня было 1920. Я просто беру, выделяю, пишу 1920, 1920. Вот. Ну, эти строчки я вам также в описании укажу. Если что, посмотрите в статье. После чего, вот мы внесли эти изменения, жмем на кнопочку «Сохранить». Все, файл мы сохранили. Дальше нам с вами необходимо запустить вот эту вот утилиту. dg-voodoo-cpl. Запускаем. Вот эта штука, она как раз-таки помогает исправиться от того, что там должны быть, допустим, стены темного цвета, а они прозрачны, то есть текстуры просвечиваются. Что мы с вами делаем? Убираем здесь Capture Mouse. Здесь обязательно убеждаемся, что стоит галочка Keep Windows Spectre Retio, потому что в противном случае за патча 16 на 9 у нас как бы меню будет в правом нижнем уголке. А если мы применим эту галочку, то будет в центре. Вот. Дальше. Водяной знак мы убираем. Сейчас посмотрим. 3dfx VotoMark нам не нужен. И DirectX нам тоже водяной значок не нужен. Все остальные настройки оставляем, ничего не меняем. Тут адрес указан корректно. Просто жмем на кнопочку Apply. И вот смотрите, мы нажали на кнопочку Apply. Apply программу не закрываем. Теперь запускаем Alien vs Predator. Проходим в раздел Display. И нам необходимо убедиться, что у нас появилось вот DG Voodoo DirectX Roper. Вот. То, что здесь разрешение такое, что 140, это нормально, ничего не трогаем. И вот теперь смотрите, если у вас ноутбук, есть такая проблема, проходим в настройки Radeon. Нам необходимо, ну, если у вас опять же ноутбук на карточках Nvidia, вы делаете то же самое, только со своей панелью Nvidia. И вот смотрите, AVP мы выбираем высокая производительность. Это нужно делать именно сейчас, потому что потом возможности это все выбрать не будет. Опять же, здесь еще один AVP, второй файл. Мы также выбираем высокая производительность. Все, высокая, высокая. Дальше, DG Voodoo CPL. Написано не назначено, определилась автоматически, получается дискретная графика, все равно выбираем высокую. Вот когда мы это сделали, высокая, высокая, высокая. Далее мы заходим в настройки Windows. Опять же, вот это непонятно, на форумах у людей писали. Мы видим, что, смотрите, у меня остались старые настройки. Только тогда у меня была папка C, а я сейчас перекидываю на другой диск, поэтому покажу заново. Жмем на кнопочку обзор, выбираем классическое, то есть не Metro, а классическое. Нам с вами необходимо выбрать игру. AVP, вот этот вот файл. AVP, выбираем его. Вот, параметры, выбираем высокая. Как раз таки вот эта вот настройка будет дублировать то, что пропадает в, получается, панели Radeon. И вторым делом мы выбираем вот этот вот DG Voodoo. Параметры, высокая. И третий файл, который нам нужен, это движок LightTech. Опять же, выбираем параметры высокая. Они друг другу мешать не будут с панелью, получается, Radeon. У вас там панель NVIDIA, неважно. Здесь LightTech еще не появился, потому что мы не запустили игру. То есть, но, окей. Закрываем, жмем окей. Здесь жмем окей. Выходим. Теперь проходим в свойства игры, расположение файла. Правой клавишей мыши, свойства, совместимость. Запускаем как Windows 98. Запускаем эту программу от имени администратора. Отключаем оптимизацию во весь экран. Окей. То же самое делаем с LightTech. Причем, свойства, совместимость, Windows 98. Так, использовать это, это окей. Все, мы с вами все сделали. Сейчас я запущу игру. Она корректно не запустится. Ну, потому что будет очень сильно тормозить, и программа записью не схватит. Я ее просто запущу, чтобы у меня появился LightTech в панели Radeon. И дальше к вам вернусь, поэтому пока ставлю на паузу. Мы вернулись. Смотрите, были применены параметры совместимости, и нам предлагается заново игрушку запустить с теми параметрами, которые предлагает Windows. Мы жмем закрыть. Нам параметры Windows не нужны. Теперь проходим в настройки Radeon. Вот, тут мы видим, запускалась 640 на 480. Это нормально. И так, надо ее немножко развернуть. Это, кстати, наверное, очень будет полезно вот именно владельцам карточек Radeon, потому что в панели NVIDIA вот именно все манипуляции с панелью для работы с драйверами, они отличаются. И мы видим LightTech. Он автоматически определился как высокая производительность, но мы все равно выбираем еще раз высокая производительность. Нам надо, чтобы здесь появился вот такой вот значок, что это выбрал пользователь, чтобы больше эти настройки не сбивались. Вот как, допустим, у меня для Bandicam. И у игры есть еще одна проблема. Она связана с видеороликами. Все дело в том, что здесь ролики, они записаны в разрешении, по-моему, 640 на 480. И вот эти вот самые видеоролики, когда они автоматически воспроизводятся, они сбрасывают наши настройки широкого экрана. Вот то, что мы вставляли 1920 на 1080. Поэтому... А ролики здесь, в принципе, сюжетно никакой, как правильно сказать, информации не несут. Вот здесь получается логотип вот этого LightTech-движка, потом логотип компании Fox и Sierra. Все. Поэтому можно просто поставить вот так вот землю перед папкой Movies. И игра ругаться не будет. Вот. Теперь можно ее запускать без каких-либо проблем. И все работает по красоте. Смотрим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...